То есть, наконец-то будет создан правильный алгоритм, который должен был с самого начала быть создан. Это Будапештский договор гарантов Украине, поскольку отдали стратегическое вооружение. Не будет этого, значит, естественно, что станет вопрос о том, что Украина обратится к США о том, чтобы было на ее территории размещено американское ядерно-ракетное оружие средней дальности. А как можно защитить себя? Никак иначе. И Великобритания, и США по этому договору должны защищать Украину, ее целостность, ее суверенитет от любого агрессора. Тем более, что одна из подписантов сторон оказалась этим агрессором и ведет войну против Украины. Под видом, так сказать, финансирования террористов, бандитов, которые с помощью российских войск оккупировали и Крым, и Севастополь, и кусок Луганско-Донецкой области. Поэтому все к этому как бы вызревает, и придется назвать вещи своими именами. А тем более в условиях, когда совсем уже сбрендил этот белорусский диктатор, параноик, и у него уже, то есть уже у него все идет по носам. Он уже, как говорится, несет полные, и как говорится, Остапа понесло. Поэтому ясно, что он уже несет все, что ему в голову взбредет. Но реально он заявил после пятого пакета, что будет вводить новые какие-то тоже типа меры, санкции против Польши, Балтийских стран, ну и в целом Запада. Реально это, конечно, он будет ждать морозов, и он заблокирует Ямал-Европу газопровод. Я думаю, будут еще какие-то им принятые действия. Ну и в принципе он должен начать войну. Все к этому идет. Как только он начнет войну, то он член ДКБ. И когда они вторгнутся в Литву, значит, ДКБ, Россия, Киргизия, Армения, соответственно, Казахстан, они, Таджикистан, если не ошибаюсь, они должны направить свои военные контингенты на поддержку Беларуси. Они введут туда, потому что другого варианта не будет. Вот, и так сказать, вот тогда и начнутся реальные какие-то вещи, которые пока как бы еще только как-то, может, у некоторых в ночных кошмарах только, так сказать, проявляются. У разных там гадалок, экстрасенсов, магинь, колдунов и так далее. Но к этому все идет. Это реальность. Это реальность, потому что Лукашенко ему отступать некуда. Он это понимает. И он за бабло своего, из своего клана будет биться насмерть. Не на жизнь, а насмерть. Но не на свою смерть, а на смерть тех, которые у него хотят отобрать. И он уже к этому готов. Он уже к этому готов практически. То есть, уже у него есть, ну, две тысячи бойцов есть, которые готовы прорываться с оружием в руках через польскую границу. То есть, у него все есть уже возможности для того, чтобы начать вот этот, повторить гитлеровский опыт с этими радиостанциями, началом Второй мировой войны на Польшу и так далее. Но, скорее всего, он это в Литве сделает. Это для него более комфортно и спокойно и как бы понятно. Ну и Латвия. Латвия тоже им очень в этом плане подходит. Латвия будет маленькая и быстро это все можно сделать. Очень важное заявление было Геннадзе Костомберга о том, что Россия не имеет никаких зон влияния. То есть, по сути, НАТО все более понимает, что только Украина с ее ударной мощью, с ее армией, при всех там недостатках, при всех там элементах, как там пишут, и там и коррупции, и бандитизма, и там еще разных проблем, и всего-всего прочего, но только Украина реально способна противостоять сегодня бандитской клике Лукашенко и игрищам московского синклита. А, в принципе, больше никто. Поэтому и победить Украину невозможно. Это 100%. Потому что просто у Москвы сил на это нету. Это реально нету. То есть, силы практически одинаковые. И, естественно, что украинская армия, она будет биться. Потому что уже столько людей погибло, столько крови, столько страданий, столько инвалидов. И все понимают, что их ждет, если сюда ворвутся, так сказать, путинские церберы. Поэтому тут будет война, конечно, мощнейшая. И готовы Украина, так сказать, наносить ракетные удары, возмездие. Поэтому тут эта война будет очень жесткая. Очень жесткая. Против московских андрофагов. И вот это то, что в Стокгольме произошло, оно показало, что Украину уже сдвинуть с позиций требования от Путина, от Кремля уйти с территории нашей и деоккупацию осуществить, уже с этих позиций невозможно. И поэтому нет никаких минских соглашений, нет практически никаких договоренностей. Да и уже, я же еще раз говорю, уже Меркель нет. Макрона, скорее всего, тоже не будет. Ну, Макрон обязан просто, как Франция есть третий подписант, ну, Россия как бы четвертый. Франция тогда вошла в этих подписантов договора о суверенитете и защите целостности Украины по Будапештскому договору. Я еще раз подчеркиваю, то никакой не меморандум, то договор прямого действия, так сказать, для тупоголовых совсем. Поэтому надо выполнять свои обязательства по этому договору. Там четко все было написано, не надо ничего придумывать. Есть страна-агрессор и все остальные должны защищать Украину. Это пример того, что для других стран, которые обладают ядерным оружием и ракетами, что нельзя доверять тогда ни США, ни Великобритании, ни Франции, ни России, ни тем более Китаю, коммунистическо-бандитскому, с точки зрения гарантий. То есть они, как говорят, их слово сегодня взяло, завтра сегодня дало, завтра забрал. Мое слово кому хочу, тому даю, тому того забираю. И все это прекрасно теперь будут на примере Украины понимать. Поэтому ясно, что Украина могла бы восстановить свой ядерный потенциал, но нет в этом смысла. Потому что есть ядерный щит и у Штатов, и у Великобритании, и Франции. И они просто обязаны тогда этот щит распространить на территорию Украины. Если вы не принимаете Украину в НАТО, то есть есть какая-то часть стран, которые не желают этого, значит надо действовать соответствующим образом. Поэтому в принципе складывается ситуация, когда Украина так или иначе должна требовать выполнения положений Букдапештского договора и всех остальных международных договоров. И соответственно ей должны быть даны не просто гарантии безопасности, а они должны быть подкреплены. То есть Франция, и Штаты, и США, и Великобритания должны дать летальное оружие. Однозначно. И самолеты, и прочие ракеты. И в том числе разместить на территории Украины, на ее границах, ракеты средней дальности ядерные для нанесения удара возмездия по агрессору, если он попытается, так сказать, начать войну против Украины, а к этому все идет, и об этом все уже говорят, удар будет наноситься с белорусского направления. Вполне возможно, что будет, то есть Лукашенко, поскольку он полностью уже теряет чувство какого-то разума, остатки крупиц и в принципе адекватного поведения, то есть он уже чистый такой шиз психобольной, буйный, буйный психбольной, при этом превративший всю Беларусь в психическую лечебницу. Вот, поэтому, ну что делать? Значит, надо, раз народ молчит, раз народ держит во главе своей, готов терпеть этого параноика, ну так что тогда делать, что тогда делать? Надо защищаться другим, потому что он же, как говорится, это же как Герострат, он же зажгет все вокруг себя, подпалит, ему же теряют все равно, нет, потому что будет и шестой, и седьмой пакет акций, и его будут так давить, что аж придавливать, что аж брызги будут лететь во все стороны. И естественно, что он перейдет к активным боевым действиям, а если он это сделает, тогда естественно это будет делать и тот же Путин, он должен прийти ему на помощь. Ну вот я бы вам так это все описал, и думаю, что такие события грядут, поэтому, ну что, товарищи, надо быть ко всем событиям, к этим разным сценариям готовым, и уметь соответствующим образом им противостоять, поскольку ситуация обостряется, ну буквально с каждым днем, буквально с каждым днем, тем более идет падение мировое, началось падение цен на нефть, и естественно начались холода, морозы, поэтому не ясно вообще, что будет и с газом, и с снабжением, и что будет вообще во всех странах, где ужесточаются разные инструменты со стороны государства, давление на разные части своих социумов, то есть везде возникает все больше антагонистических противоречий, но в принципе, конечно, дело идет к войне, то есть если проанализируете, вот как начиналась Первая мировая война, и события вокруг Первой мировой войны, то очень много похожего с тем, что сейчас происходит, очень много похожего, это сходство очень плохое и нехорошее, поэтому Украина должна думать, народ Украины, как будете защищать себя, как защититься от тиранозавров, которые сегодня фактически захватили власть на севере, в Беларуси, на востоке в Российской Федерации, и то есть вообще как бы окружили Украину, сегодня этот север, восток и юг с моря, поэтому битва приближается и надо быть готовым к ее осуществлению, и ясно, что надо армию увеличить, ясно, 250-тысячной армии мало, надо переходить хотя бы к 350-тысячной армии, и это понятно, что Кремль, Москва готовятся к войне, но опять-таки не своими руками, а руками вот этого сбрендившего полностью, уже утратившего чувство реальности и остатки Крупицы Разума, Лукашенко, скорее всего он будет воевать сразу на несколько фронтов, чтобы взорвать полностью вот этот Балто-Черноморский дугу, ну дай бог мне ошибиться, ну вот такие сделал бы вам не совсем оптимистические сценарии, заготовки, ну а что делать, упрежден, значит спасен, стратегическое управление подразумевает, что это надо так анализировать будущее в сценарии и пытаться отсечь самые плохие из них, которые могут быть. В этом суть стратегического управления. Я считаю, что я очень хороший специалист по данной науке, и мои, так сказать, подходы, они в этом плане чрезвычайно актуальны, интересны и плодотворны.